Добрый вечер! У эфиры программа «Новины региона». У студии працует Наталья Игнаценко. Глядите у выпуску. Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кабяков сегодня с рабочим визитом побывал на Гомельщине. У Беларуси сегодня означается «День матии». До свято у областным громадско-культурным центра отбылся урочистый прием жанчин к керавництвам Гомельщины. Первая серия областного хоккейного дерби отбылась на пяре до дни у Гомели. А зараза б гэтым меньшим больше подробязна. Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кабяков сегодня с рабочим визитом побывал на Гомельщине. У Светлогорским районе керавник Урада ознайомился с ходом выконания мероприемствов по реализации указа президента номер 253 и кинокераваны на финансовое оздоровление сельгазпродприемствов. У Речицким районе была закранута тема реализации инвестиционных проектов на некольких предприемствах под обязанностью материала Дмитрия Котова. Михайловская Агра с финансового пункта Гледжиня – довольно трывалое сельгазпродприемство. Вырушка от реализации товаров за 8 месяцев бягучего года склала больше за 5 миллионов рублей, альбо 127% до узровня минулого года. Однако темпы больше худкого экономичного развития замороживают кредиторские запозиченности. Зараз сумма основного долга складает 52 миллионы. Тем не менее, иснуючий бизнес-план дозволяет различивать на его погашение за 2-3 годы. Долг, любой, каждый долг, конечно, ровлият. Но, по сути дела, и вместе с тем, хозяйство имеет очень хорошие показатели по производству мяса, молока, зерна и корма. Основная тема визита премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кобякова на Гомельшину – анализ доручения у президента по выполнению указа номер 253. Документ на кированы, соединяющаясь к финансовому оздоровлению сельгазпродприемствам, шляхом снижения кредиторской нагрузки. А минавито от терминовки платежов на 5 годов. Я хочу сказать, что это фундаментальное решение, которое позволит нам вывести ситуацию в агропромышленном комплексе в непростой макроэкономической ситуации, в которой странно находилось в последнее время. Вот с учетом того, что уже произошла определенная текущая макроэкономическая стабилизация, выйти и на нормальные экономические параметры функционирования прежде всего сихозпроизводителей. В Першем Урышицком районе Андрей Кобяков наведывая белорусский газоперепроцовший завод. В минулом году тут был реализованный буйный проект, який дозволил целиком автоматизовать процесс перепроцовки газу и подшать выпуск новой продукции, запотрабованные у сосветных вытворцев автохимии. Все лето на заводе перепроцовали больше за 210 тысяч тонн привозной и 73,5 тысячи тонн уластной сыровины. Далее размова об выкористании мясовых видов палева, что на думку премьер-министра, заявляется основой экономичной безопасности. Удавництво «Мини-ТЭЦ» филиала Рэшицкие электросетки дозволило заместить импортируемый природный газ мясцовыми видами палева, а так само провелищись на деянность электро- и теплозабеспечения у города Рэшица. Окупаемость объекта показывает, что проектные цифры мы достигаем, поэтому порядка 29 лет окупаемость этого объекта на сегодняшний момент. Я думаю, что мы для Гомельской области дали возможность развиваться местным видом, под добычей, я имею в виду, и торфяных брикетов, и по щепе, и по всему. Мы создали здесь рабочие места, созданные. Я думаю, что и по технологии хочу подчеркнуть, что технология, которая сегодня применяется, это ведущая технология в Европе. А пошли в программе рабочей поездки – знакомство с деянностью завода по вытворчасти волокнистых плит. В уголе, по словам Андрея Кобякова, новые древоперепроцовщие вытворчасти, которые были створены на базе открытого акционерного товариства «Гомель-древ» и «Рэшица-древ», в наступном году смогут выйти на безтратную працу. Это максимум выник у правильных своечасовых решений, таких как поляпшение ассортимента выпускаемой продукции, снижение вытворчих затрат и поширение экспортной географии. Мы полагаем, что задача, которая была поставлена глава государства о том, что мы должны производить продукцию высокой добавленной стоимости из собственного местного сырья, она не без трудностей, о которых, кстати, нам часто говорил глава государства, указывал, но, тем не менее, она будет реализована и практически уже реально реализовывается на вот этих конкретных предприятиях. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорского и Рэшицкого районов. Посол Аустралии у Российской Федерации Питер Тэш наведал «Гомель», где сустрелся с керавниством областного центра и обмерковал потенциальные шляхи супрацовництва. По словах дипломата, побывать у «Гомеля» и он выросшил после наведывания дён Гомельской в области у Москве, и ке проходили у вересних этого года. Первое знакомство с нашим регионом отбылось аминавито там, и сегодня австралийский бок упыльненно заявляет, что затекавлены в супрацовництве с «Гомелем». У свою чаргу старшиня городского совета депутатов Иван Бородзинчик отзначил, что «Гомель» готовы до диалогу и стасунков у розных сферах. Так, для початку, Австралия затекавлена у закупцы сельхозтехники и продукции химичной промысловости, а так само открыта для супрацовництва у сферы культуры. В самом начале своей деятельности, как посол, и в Беларуси, так что я надеюсь, что со временем я найду возможности и буду рад продолжать разговоры и с Гомельской областью по этому поводу. Ясше девять шмадзетных жанчин отрымали сёння орданы маті. Гэтая приемная падея отбылася подчас урочистого приёму жанчин к керавництвам Гомельской области. Абсвяте, якое у Беларуси означается уже третья десятигодзя, материял Олега Синцюрова. Инициатива «Значать день мать» одночасово с церковным святом покрова Просвятой Богородицы належала Беларускому Союзу жанчин. Его сижу больше 20 годов, 14-го кастричника, уся овага маті. Почас урочистого приёма к керавництвам в области ясше девять из них отрымываюць орданы маті. Сегодня в регионе проживаете креху больше 14 тысяч шмадзетных маті, причем у самой великой семьи Гомельской области выховывается 15 детей. До речи, самая великая колькість детей, народженых одной жанчины, 69. Гэти рекорд был зарегистрованы ў Расіі оба 200 годів тому. Оператор машинного доедня, наставник, метработник, продавец, домашняя госпадыня, яны розная по взросту и займаемых посадах, аля кожная уже здейснила свой самый головный ужитий подвиг, нарадела і выховываю панекалкі дятей. Алена Чернікова такою узнагороду отрымала раней. Сьогодні у яй сям'ї десять неполналетніх, половы за кіх приёмные. «Как мы можем оставить ребёнка страдать, если мы видим, ну, если я сама мать, и я знаю, что такое, когда ребёнок плачет, когда ему нужна мама, как я могу, допустим, пройти мимо лежащего ребёнка в кроватке, который плачет и зовёт маму? Я не могу». Сколько урочистых сустріч, примеркованных до дня мати, пройшло на гомщине, докладно не ведая напевно никто. На предприемствах і в організаціях кажуть, што пройшлося навто вносить коррективы у рабочий график. Причім токі адным днём увага до жанчин шмат дзень обмяжовываецца. Уречте, при любой экономичній ситуацій для гэтага можна знайсці махчымысті. «К декретному отпуску я только вышла, у нас доплачевают на миллиону, каждый месяц дают, как бы, вот. Ну і всегда, конечно, и помощь, вот и Дню Матери нас пригласили, поздравлять будут. И на помощь я пишу, всегда помощь оказывают». Татьяну Савину до речи запросили і на яше один урочистый приём. У областного об'єднання правосоюзу організаторы кажуть, што такое мероприємство проводить не перший год, але усе ровно хвалюється. Уречте, незалежно от взросу усім і деці. До того ші День Мати свято особливая любви, добрыни і поваги до чалавека, які дає життём. Поклонення Мати увуглі традиція, уластивая усім народам світу, причім з глубокой давніным, як оборонці домашній утульності, продовжальніці роду і заховальніці сімейних традицій. «У всіх є желання иметь мальчика і дівчку, але потім не получалось у мене дівчці. Сначала родились три мальчика. Коли поняла, що беременна четвіртым ребёнком, була уверена, що буде доча. Але получився си ціночка і лапочка дочка». Олег Сентюров, Ігор Маришенка, Телерадо, компанія «Гомель». Жанчин обласного центра з днём Мати сьогодні яскраво повіншавалі і городські улады. Подарунком для мам Гомеля став святочны концерт «Мамина пластінка». Йон адбывся у городськім центру культуры. Врачыстае мероприємства сабрала жанчин розных узростов і професій, яких об'ядновуває адзіна гоноровая звання «Мати». У файе установы гостей сустракала выстава патефонов, пластінок, футаздымків і творчых работ гомельських навучэнців. Со сцены маленькі артысты дарылі запрошаным на свято жанчинам музычныя сувініры, душевныя пісні, вершы, прыгожыя хореографічныя і цыркавыя нумары, шыры пажаданні як знак павагі і падякі за бясценны матярынскі клопат. Горадські святочны концерт «Мамина пластінка» гэта яшчэдна махчымасць падякаваць і падарыць радасть жанчинам, які выканалі ў жыці сваю галовнае празначэння і зараз з'являюцца лепшым узорам любові, надеї і даравання. Я хочу от имени Гомельского городского исполнительного комитета і городського свято депутатов поздравить всіх матерей з їх прекрасним, замечательним празником. Пожелать, конечно же, прежде всього здоров'я, добра, любви, благополучия, достатка, щоб їх діти радували, щоб і їх мамы радували, щоб вообще все, що окружає наших матерей, приносило їм тільки удовлетворення, спокійствія, заботу, благополучие. Суботні телефонные ліні мясцовых органов улады протягваюць свою работу. Завтра жихары регіона змогуть звернуцца з питаннямі до керавніка справу Аблвы Канкама Алены Уладзіміровны Кличкоўской. Званкі прымаюцца па номер телефона ў Гомілі 75 12 37 з 9 годзін раніцы і до 12. У гэтыз час на пытанні гамельчан адкаже керавнік справу Гарвы Канкама Алексей Анатоліевич Басючэнка. Нумер телефона 71 07 62 Сюня православные верники означають покров про Святой Богородицы. Святочные набоженствы пройшли у Свято-Покровским храме, які знаходяться у вёзцы корма Добружського района. На богослуженні побывала і наша здымочна група. У Свято-Покровским храме сюня урачиста. Тут означають простольное свято покров про Святой Богородицы. Набоженство означали у епископу Гомельскі Жлобинскі Стяфан. Православные верники узнесли сваі молитвы наисвятейші. Гытое свято було установлено у середіні 10-х астагодзі. Паводлі легенды, Дева Марія падышла до простула, зняла з головы покрова і протягнула ягонад головами людей, які моліліся. Калі Маті Божія покинула царкву, покрова стала небачним, але у храмі заставалася ласка, яка сошла от Богородицы. Покру про Святой Богородицы означається тільки православной царквой і належить даліку великих святів. Православные просить у цареці необісне заступництва і допомоги. У гэты дзень принято наведувати больницю і соціяльні притулки. Побувать у Городній Гомельській больниця Сястрынського догляду у ладыку Стяфана запросила керівництва Добружського района. Были подарунки, були і теплі слови веншавання. Дорогі друзі, сьогодні ми с вами торжественно отмечаємо два праздника. Церковний праздник Покров Пресвятой Богородицы і Государственный праздник День Матери. Дорогі наші жінчини, наші мамы, наші сістры, наші діти, позвольте низко всем вам поклониться за вашу любовь, которую ви проявляєте в своїй жизни к нам, мужчинам, к своей семье, к всем окружающим. І ваша женська любовь – це семійний горящий очаг, который хранит верність, мир і благоденствие в семьі. Мені хочеться пожелати вам добра, мира, здоров'я, радости і покрова Пресвятой Богородиці. Храни вас всіх, Господь! Людмила Чарнецька, Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, телерадо, компания «Гомель». І а в спорці. Першая серія обласного хоккейна Гадырбі отбылася напереда дні у Гомелі. Мясовый однайменный клуб у рамках чемпінату Беларусі у «Экстралізі» прымаў сусідів сажлобінського «Металурга». За поединком сачыў Сергій Нігярэвіч. У стартовому адреску глядачы галоу не ўбачылі. Сапернікі вазіли шайбу ад адных ворот до іншых, але пробіць апошній рубеж обароны нікому не удавалася. Гульняміла шмат браку і порушэння, ураспора збаки заставаліся ў меншэсті. Але і гэтым ніхто не скорыстаўся. Нуль-нуль пасля першага перээду. Ігра боевая, ніхто не хотів уступаць. К сажалінню, очень много удалений, которые ламают ігру. Одні играют, вторі сидят. Холодні, піто выходят, выпадают із ігры. У другім перээді сапернікі дадалі агрэсію і напору. І на 29-й хвіліні господары лёду нарешті адкрыли лік. Кідок Куласова пасля перадачы Хараманда са скрипамале досягнув мэты. Однак радасть протягувалася нядуга. Літеральна 28 гульнявых секунд спатрэбілася гастям, каб аднавіць парытэт. Вызначыўся Самохін. На адзнаце 33-0-0 Гомель знову вийшав наперед. Сергій Топаль прыняв перадачу праспятачок і з другого разу прабіў абаронцу і галкіпера. А за 43 секунды до сірэны сталявары знову запаліли червоный ліхтар за господарскімі воротами. Лік 2-2 установіў Михайлов. У сярэдзіні трэцього перээду вогнінные рэсі знову купавіли. Карысть стаўкатні каля ворот сталёвых ваўкоў выніс Віктор Лугаўскі. За дзві хвіліны до фінальны сірэны Гомель знову застаўся ў меншысті. Арбітры выдаліли Івана Мядзеля. А глаўкам жлобінскай дружыны пайшоў ва-банк, замянівшы галкіпера палявым гульцом. Спроба перавести гульню у Авертайм за кошт формата 6 на 4 стрэском провалілася. Абаронна господароў перахапіла шайбу і Топаль, паразіўшы пустые вороты, ўстанавіў канчатковы лік 4-2. Такім чынам першая сірэ абласнога дербі засталася за Гомелям. Із усім худка Металург паспробуе ўзять рыванш на дамашнім людзе. У суботу 15-го Кастрычніка сапернікі сустрэнуцца ў Жлобінскім лядовым палацы. Пачатак ў 13 гадзін. Сяргей Нігарэвіч, Максим Славін, Телерадиокампанія Гомель. І на гэтым наш выпуск завершаны. У студы працавала Наталі Ігнаценка. Усяго вам самага добрага і да новых сустрэчу ефіры.